Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу ответить на самые популярные вопросы, касающие безвизового режима. Как правильно считать дни, как вообще пребывает взрослый человек здесь на территории Польши и как пребывает здесь ребенок, который родился на территории Польши и в итоге получает биометрический паспорт. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Все мы знаем, что биометрический режим работает 90-180. То есть, в течение полугода мы имеем право находиться на территории Евросоюза 90 дней. Если вы хотите приехать по биометрическому паспорту в Польшу, то вы, наверное, тоже знаете, что вы должны иметь либо же освещение на 90 дней, либо же зазволение на праце. Если вы отработали 90 дней по биометрическому паспорту, не оформляли визу себе и хотите остаться дальше здесь, то тогда вам в течение 90 дней с момента въезда на территорию Польши нужно будет оформить карту временного побыта от работы. Если же вы приехали как семья, и, например, мужчина работает, а женщина и ребенок дома, либо же ребенок идет в школу, в садик, тогда вы тоже подаетесь вместе со своим мужем, либо же с женой, неважно, на карту временного побыта. Только не забывайте тот момент, который я вам рассказываю всегда, что если вы прожили на территории Польши больше двух лет в браке, тогда вы подаете карту по воссоединению. Если же ваш брат на территории Польши меньше двух лет, тогда вы подаете по другим обстоятельствам. По другим обстоятельствам может быть разное. Например, рожден здесь на территории Польши ребенок. Это может быть также побыт с менеджем, то есть пребывание с мужем здесь. Что касается ребенка, то это побыт с ойцем тогда, либо с матком, да, то есть это нахождение здесь на территории Польши с мамой, либо же с папой. Это важно очень знать, потому что от этого будет зависеть и ваша карта временного побыта. Если вы подаете по биометрическому паспорту в течение 90 дней на карту временного побыта от работы, тогда ваша карта будет с доступом к рынку труда. Если же вы, как член семьи, подаете по другим обстоятельствам, то есть вы прожили на территории Польши в браке меньше двух лет, тогда ваша карта будет без доступа к рынку труда. Если же вы подали по восстанению семьи, то есть вы находились в браке на территории Польши больше двух лет, тогда ваша карта будет с доступом к рынку труда уже, и вам не нужно будет иметь разные разрешения, когда у вас будет уже карта на руках. То есть вы спокойно сможете менять работу без каких-либо специальных документов. Это, конечно же, огромный плюс для тех, кто подает по воссоединению с семьей. Если же так получается, что вы приезжаете на территорию Польши в течение 90 дней, работаете, и потом понимаете, что вам проще и легче поехать к себе в страну, точнее в Украину, и оформить визу, потому что, как сейчас известно, карта временного побыта ожидается здесь от года и больше. Поэтому иногда проще всего взять разрешение на работу, оформить себе рабочую визу Д и приехать уже сюда работать без проблем, то есть не задумываться. Многие также переживают, считается ли срок пребывания на визе, точно так же, как и на карте временного побыта, для дальнейшего, например, подачи на карту резидента Евросоюза, либо же на гражданство Польши, то это все считается. То есть неважно, есть у вас карта побыта, либо же есть у вас визы годовые, либо полугодовые, это все суммируется, и это будет все считаться, как ваш побыт здесь на территории Польши. Поэтому чаще всего люди, которые приезжают сюда по биометрическому паспорту, не хотят подавать на карту побыта, берут освещение и делают на оставшие 3 месяца визу. Но я вам всегда советую, что лучше всего взять зазволение, которое делается от года до 3 лет, и сделать уже воевудскую визу себе. Потому что, опять же, вы, наверное, знаете, что по освещению вы имеете право работать 180 из 360, то есть в течение года вы имеете право на основании освещения на праце работать 6 месяцев. Если так получилось, что вы приехали в Польшу по рабочей визе, которая была вписана в биометрический паспорт, она у вас заканчивается, эта виза, и вы имеете право еще находиться на территории Польши 3 месяца. То есть биометрические дни начинают свой отчет после того, когда у вас закончится либо же виза, либо же ваша карта побыта. Тогда начинаются действовать вот эти вот биометрические дни. Также нужно помнить еще, что биометрические дни не аннуляются. То есть нет такого, что вот новый 2019 год, и у вас заново идут новые биометрические дни. Нет. Отчет дальше продолжается, ничего не аннуляется, ничего не обновляется. То есть вы правильно должны высчитывать свои биометрические дни. Что же касается людей, которые приехали по биометрическому паспорту и подали на карту временного побыта в течение 90 дней, им должны в паспорт поставить штамп о том, что вы подали на карту временного побыта. Вначале в некоторых воеводствах дают такую как бы корочку, да, где зазначает инспектор, что у вас приняли документы на карту временного побыта. Если же у вас все документы собраны, то есть весь пакет документов полный, ничего не нужно в первоначальном таком виде доносить, тогда вам могут поставить штамп паспорт сразу же после того, как вы подали на карту временного побыта. Отчет же пребывания начинается не с момента, когда вам поставили штамп в паспорте о подаче на карту временного побыта, а с момента окончания 90 дней пребывания. Ну и теперь, наверное, самый главный вопрос – это что касается детей. Все мы знаем, если мы рожаем здесь на территории Польши ребенка, то ребенок получает только сталый побыт в том случае, если один из родителей уже имеет сталый побыт, либо же там карту поляка и оформляется на сталый побыт. То есть один из родителей должен иметь сталый побыт, либо являться гражданином Польши. В таком случае ребенок получает такой же вид на жительство, как и один из родителей. Если же двое родителей имеют карту временного побыта, либо же только подались на нее, то ребенок тоже будет иметь карту временного побыта. После того, как мама рожает, вы должны оформить себе свидетельство о рождении. Я вам уже неоднократно об этом рассказывала. У меня есть отдельные видео, и я рассказала на своем личном опыте, как я оформляла свидетельство на рождение, и как я оформляла загранпаспорт для ребенка здесь тоже на территории Польши. Об этом есть отдельные видео. Какие нужны документы, вы можете посмотреть в моих предыдущих видео. После того, как вы оформили уже свидетельство о рождении, вы должны еще перед этим встать на очередь на карту временного побыта. Я не знаю, как в разных городах действуют. В некоторых нужно звонить, резервировать дату, в некоторых онлайн-запись. Что касается троймяста, то в Иданске вы должны будете поставить своего ребенка на онлайн-подачу. Не обязательно быть с ребенком при подаче на карту временного побыта. Это может сделать один из родителей, подать сам на ребенка все документы. После того, как вы встали на карту временного побыта, вы едете и оформляете загранпаспорт. Но тут тоже нужно учитывать такой факт, что вам нужно встать на карту временного побыта в тот период, когда вам уже сделают загранпаспорт. То есть загранпаспорт делают по-разному, это около трех месяцев, грубо говоря. Но вот если у вас ребенок родился в октябре, то где-то вам нужно встать на карту на очередь, где-то в конце января, в начале февраля, так, чтобы успеть к тому времени, когда вам сделают загранпаспорт для ребенка. У меня была такая ситуация, я вам уже рассказывала, что мне безумно повезло. И инспектор принял у нас документы без паспорта. Я просто написала заявление от руки в произвольной форме о том, что я обязуюсь в течение двух месяцев принести загранпаспорт на ребенка, в связи с тем, что в консульстве там большие очереди, и я просто жду его изготовления. И у меня приняли эти документы на ребенка. Хотя я знаю в других воеводствах, когда я девочкам точно так же советовала сделать, вообще не принимали ни в какую, просто отказывались и говорили, что вы должны прийти именно загранпаспортом. Поэтому это все индивидуально уже. Вот когда вы поставили ребенка на карту временного побыта, поехали, оформили загранпаспорт. И ожидаете эту карту. Понятное дело, ни для кого нет секрет, что карта временного побыта делается безумно сейчас долго. И иногда родители решают выехать, например, в Украину, чтобы повидаться со своими родственниками, либо же некоторые едут оформить еще пособие на ребенка. Если вы выезжаете с ребенком, то у него биометрические дни начинают отсчет, когда вы выезжаете из страны. Почему так? Потому что когда ребенок рождается, он уже находится на территории Польши. То есть он не пересекал никакие границы. Не было ни въезда, ни выезда. То есть он уже здесь родился. Поэтому, когда вы выезжаете себе в Украину, вы должны либо пробыть три месяца дома, и затем вернуться по биометрическим дням, либо же оформлять национальную визу D для ребенка. О польских визах я вам уже рассказывала в предыдущем своем видео, поэтому вы можете посмотреть более детально, какие есть названия, какие виды есть польских виз. Но для ребенка нужно будет оформлять национальную визу D. И все те, кто ездит, у каждого разный пакет документов. Поэтому я не могу вам сказать, какие конкретно нужны документы для того, чтобы оформить визу. Лучше всего, если у вас есть родственники, то пускай они сходят в визовый центр, узнают перечень документов, и вы спокойно соберете все нужные документы и сможете оформить тогда национальную визу для ребенка, чтобы без проблем въехать уже на территорию Польши. Ну, либо же 3 месяца сидеть в Украине и после этого только въезжать с ребенка по биометрическим дням. Также нужно помнить, что для того, чтобы ребенок выехал, у него в паспорте должна постоять печать о том, что подали документы на карту временного побыта. Я знаю, что иногда детям не ставят, тогда у вас должна быть бумажка подтверждения о том, что вы подали на карту временного побыта, и ребенок ваш был здесь, на территории Польши, легально. Еще одним вопросом это, когда вы работаете, например, здесь, на территории Польши, по рабочей визе в обычном паспорте. Подали на карту временного побыта, и вам поставили печать в старом паспорте, то есть в обычном. И тут вы понимаете, что вам срочно нужно поехать к себе в страну, то есть в Украину. У вас потом возникает вопрос, как же въехать. Потому что если у вас обычный паспорт, то для того, чтобы вам въехать, вам нужно иметь какую-либо из виз. Без разницы, это может быть и туристическая, и рабочая, и шоппинг-виза. Ну, главное, чтобы она действовала, и вы могли въехать хотя бы на территорию Польши. По приезду в Украину, некоторые хотят сразу сделать биометрический паспорт и въехать по нему. И многие спрашивают, можно ли так сделать, не аннулируют ли карту временного побыта. Так вот, карта временного побыта не аннулируется, вы сможете въехать по биометрическому паспорту. Еще одним моментом, печать не дает вам права путешествовать по странам Евросоюза. Печать дает вам право легально находиться на территории Польши. И все. То есть, она не дает вам права не въезжать в страну, не путешествовать. То есть, она дает вам право только находиться легально здесь, на территории Польши. Если же у вас нет биометрических дней, и вы выехали, например, в Украину, хотите вернуться, тогда вы должны себе оформить любую визу. И последний вопрос. Можно ли учиться по биометрическому паспорту? То, если у вас курсы идут краткосрочные, то есть, в течение 90 дней у вас какой-то курс, тогда вы без проблем можете учиться. Если же у вас курс, либо же учебный год рассчитан на длительный период, то есть, долгосрочный период, тогда вам нужно будет брать разрешение на учебу, то есть, приглашение на учебу, выезжать в Украину и делать тогда учебную визу для того, чтобы въехать и легально учиться здесь, на территории Польши. Надеюсь, что я ответила максимально на все вопросы, которые вы мне совсем недавно задавали. Если у вас еще остались вопросы по биометрическому паспорту, либо по биометрическому режиму, задавайте их в комментариях, я обязательно на них отвечу. И спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!